Саша пытается выгнать Настю Всякие зрители ругают И ногами пинают Ногой оттянут Он тоже перевернулся Как пытался себя выгнать Директор Он всячески говорит Уйди отсюда Уйди с моей кровати Ногой тебя Ты чего ревешь Директор Посмотри, что там Извязь андальки снял Одну доставай Ну-ка, посмотри, кто там Я и ты Ну-ка, ты сильно не вне их Покажи, как папа отфотошопил Тебе нравится? Я ради тебя старался Иди отнеси в группу Фотографию одну Одну домой возьмем Только не мне ее Так Чего же где тут? Давай, я рассказываю Где твой домик-то? У меня коричневый Коричневый Так, подписан должен быть Слава, да? Да Смотрю Артем Сережа Никита Слава Вот он, какой домик Слава сделал Смотрите, какой домик Красиво Надо мой домик Смотрите, какая поделка Красиво 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 Подделка Очень красиво Подделка Да, все хорошо Все хорошо Что, мы сегодня в поисках волшебного зеркальца? Ты уже расстегиваешься, что ли? Да Ну давай, убирай В поисках волшебного зеркальца, да? Да У нас воспитательница поставила задачу Мы должны найти со Славиком волшебное зеркальце И привезти его в садик на спектакль Спектакль какой-то, да? Да, еще Ты что-то обещал? Что обещал? Когда я буду Ну, а сейчас Буду получать себе Всякие Когда я буду Хорошего себе вести Я буду что-то получать Новые игры ты получаешь на планшет, вроде? И еще И Ах, какой хитрый жопой ты Будущий бизнесмен Все время разводит на всякую Ага, что там? Лего Че? Вообще, Лего тебе на Новый год подарил, Дед Мороз Вот его и собирай Он огромный Огромный Собирай там, что хочешь Там военный Лего огромный У нас, ребят, на улице Вообще ужасная погода Снег идет Вообще просто Страшно Я вот не стал Да Ну, пошли искать В поисках зеркоса Дочки-сыночки Магазин называется Поэтому сейчас туда сходим Посмотрим Еще что-нибудь Повкусненького покушаем Потому что у нас там Все равно пробки Да? Чтобы пробки переждать Мы лучше посидим В кафе Что-нибудь покушаем Да? Да Гарт Он для взрослых Там можно пробить себе Руку еще не нужно Как? Потом как-нибудь купим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лавкой зашли Спортмастер Да? Ага Посмотрели Что-то можно купить Ничего не присмотрели Все дорого Да? Да А сейчас Гантели 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 Да В смысле Куда будет стрелять? Ну вот эту неделю Хорошо будешь ходить Садик Заедем Купим его Хорошо? Все? Что? Ну да Завтра уже пятница Ты же хитрый Нет Давай следующую неделю Хорошо будешь ходить Ну Девушка у вас волшебного зеркальца нету? Детского коня? Что нету? Зеркальца Зеркальца? Да Детского коня Вот трубка есть На на зеркальце Чего это такое? Камень и молоточек Тебе зачем камень и молоточек? Да это не камень Это что? Вон там слоны есть Бегемоти Да совсем не надо Слоны А там зеленый солдат есть? Да Я знаю А какой тебе больше нравится? Такой Зеленый Зеленый Да Зеленый Ой Ой Прошу простения Сейчас Ничего Так Ой А это Скажи Это тесет Да Порван Немножко Из-за этого Он упал Давай зеленого Достанем Ой Ой Вот этот зеленый Прекольный? Да Давай Отойдем Дяденька Не мешать с него Сзади Дяденька Видишь Ценник Пилот А Это Куда? Нет Какой Больше нравится? Зеленый Серьезно? Да Что ты с ним будешь делать? Ну У него Этот Тот Кнопа Есть Он Ну Ладно Но это Не сейчас Да? Он Открывается Прикинь Да Он Прямо Так Открывается Уже Ну Ладно Давай Того Повесим А то Возьмем Это Сейчас Крема Ну Возьмем Сейчас Да Вау Так Вот Мы Добрались До Дочек Сночек Да? Да? Давай Еще Чуть Осталось Да? Да И мы Тут Дорожа Дорожа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детская игровая комната Субтитры создавал DimaTorzok Детская игровая комната Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детская игровая комната Субтитры создавал DimaTorzok Детская игровая комната Детская игровая комната Детская игровая комната Детская игровая комната Потом деревья Детская игровая комната Детская игровая комната Субтитры создавал DimaTorzok классно вообще ребят 4 часа не можем попасть домой пробка стоит вообще не двигается огонь ни при одном губернаторе такого не видел второй день удивляюсь чего у нас творится в перми вот небольшой снег выпал да как будто найдет и все у нас все стоит ничего не двигается вот видите сторону дома у нас вообще все стоит мы там стояли уже у подъема так вообще стояли минут 20 не рождали только мне там машины могут подняться можно не подсыпали я вот удивляюсь у нас вроде такой вот как бы регион где не просто там как на юге до снег выпал и вау это все что-то такое страшное случилось дорожники могут справиться у нас ведь снег постоянно идет и постоянно много идет и куда у нас дорожники глядят я вообще в шоке устали сдать пробки славка заехали в rolls обычно раньше здесь суши все ровы кушали сейчас немножко примут делали по-другому стало намного уютнее на и на шоколада называется вкусно пробки ужасные состоит время уже 10 час 10 час славка горячо ночевать будем все на машине устали стоять и развернулись пошли пить кофе чай и шоколад горячий 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 может его размешать сюда штука ему будет потеплее да да Субтитры подогнал «Симон» 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 что я люблю с рыбой красный чем красную рыбу покупаем домой почему ролл это не взять с рыбой что за такое человек ну я бы сказал спасибо дорогой любимый тут короче это саша в целом ребят мы посидели выпили грешен шоколада со славкой выпили чаю как-то вышел на дороговато потому что 950 сет стоил получается чай с шоколадом сколько стоил еще 800 раз ужин я не ждала мальчиков как бы участник воли собежать 1800 вышло 950 получается сет 850 то есть чай и шоколад 850 рублей хотя вроде шоколад был 10 рублей непонятно далее не знаю как обычно не грани сейчас огурцом попробуем там что-то жареный внутри не вкусно немножко авокадо панировки получается этот нет там этот панировки этот крабовая палочка крючка я съела без соуса соевого соуса вообще не вкусно если не с 10 утра до 9 вечера делать физику с химией спасибо нашему свету ребенок вторую неделю на каникул другая выпрыгала а это вся в мать сегодня потому что он нам отослал я думаю сюда сюда фокусница пиццам я показывал пиццу не надо там камера суши ешь да роллы суши потому что завтра пиццу можно поесть с утра спокойно а на ночь ладно я тебя уже ставится обычными не дим ребят обычно она не с я еще сегодня перед ролами она не я не знаю на самом деле ребята что это я буду говорить вкусно не вкусно вот такая я ем вот такие ты думаешь почему их не осталось сколько ты съела что мы с тобой два кило практически без мамы я будем держать это отдыхать картошкой бог какой-то авокадо скорее всего как картошка так вот я перед тем как вы пришли я же и попроси и дала и пресс покачала ты тут привез на целых ну да уже кулак и готовят вам все у него смотрите так я попробуем вот такое а это с травой который вокруг огурец учет вот это попробуй да чё там я только что пробовал ты мне оттуда что-то все плохие выдаешь которые ты сама не ешь давайте пробуй боржами для желудочка чтобы наше спать хорошо как тебе на кухне спится ну отлично я подумал что я переезжаю что полностью мне все прям хорошо саша у нас полностью кровать в распоряжении да с этой женщиной можешь спать долго будешь пробовать уже отдает какой-то копчености какой-то отдаленно так он пробивает а это будет кушать там сверху внутри еще какая-то икра но это короче это не края это стопудово манка ну как бы хрустит лома ну как бы нет ребят мы не будем оскорблять как бы пишите комментарии какая-то в жизни бывает я без очков давай ешь что это за паста такая в мяке какая паста это сыр вот это не сыр красный мяк а ну это еще что-то это паста какая-то ну паста ешь давай ммм 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 короче из всего сета Саше понравилось жареное да и все нет вот эта которая тоже съела а с икрой да мгм Настя тебе вот здесь было а с чем там сыр и курец и сверху то есть ну то есть обычно такое это вот вот этот запах что это за запах аж пробивает нос мне ааааа прям ух у меня аж мурашки по кушке по-моему что-то непонятно хороший запах или плохой не он слушай напоминает что-то копченостью да не прям такой острой такой какой-то что-то Понюхай. Когда мне в тавровах попадаются, я вообще хереваю. Вот и повар. Что-то добавили. Ну что-то добавили. Не носки случайно члены. Даже не знаю, с чем он. Даже повар не знает. Но, ребята, вот когда эту штуку съедаешь, вначале вкусно, а потом прям в нос как будто оно напоминает копченостью и вонючкой какой-то. Объяснил. Ну копченостью и какой-то вонючкой. Не вонючкой не сладкой. Не вонючкой не сладкой, а вонючкой. Ну вот прям вонючкой как-то напердели. Не, ну реально. Как будто перданули в рог. Не, блин. Так, я чуть не подавилась, у тебя в воду. А что нивиться-то? Это естественный процесс, ребят. Я просто вот сейчас говорю, как будто съел, мне ноздри, как будто бы, знаете, под одеяло залез и пернул. А сейчас ты как будто бы нюхаешь и это, токсикоманируешь. Я пытаюсь понять, что за говно. Чьё, мама? Он сразу врол. Не, на самом деле, я не думаю, что повар сразу врол. Мы у нас не знаем, мы ему плохого ничего не делали. Если бы, ладно, там мы его, да, сказали про него, потом заказали у него. Ты нюхаешь, не ухаешь, как будто знаешь, что-то тебе нравится. Я жду, когда оно выдохнется. Я знаю, что у нас есть, как бы, укидывать жалко. Конечно, он через нос лезет. Это реально такое ощущение, знаете, как вот раз, я не знаю, мужики так ноги делают, под одеяло, как раз, и как до. Я так и делаю. Папа, нос закрываешь. Тихо. Так, пошло через нос, да? Оно не слажало, она сломка. Такая краска, он сюда. Не, он сюда даже, потому что что. Ребят, напишите, кто повар, кто эти роллы делает. Чего же там добавляет такое, что он так себя ведет. Ну, я говорю, не думаю, что нам насрали в роллы. А я все даже насрали, потому что они не читаются. Перед этим ты говорила, что мы уже там заказывали. Нет. А вот это уже курица пахнет. Вот понюхали, это курица. Да? Я вообще перец только болгарский. Учу его. Да ладно, ты что, реально, что ли, учула только болгарский перец? Самое дорогое здесь? А курица кормила. Ну, может быть, копченая курица? Да, реально круто. Оно сейчас у тебя... Не, оно нормально держится. Это фишка, ребят. А что она у тебя сломана? Что? Палочка наполовину. Где? Ну, здесь как будто бы сломана. Это кто-то грыз. Да, там дырочки даже есть. Я не знаю, как будто... С другой стороны. Ты когда раздвигаешь, они вообще как будто бы, знаешь, полусогнутые. Ну, да. Ладно. Давай осиливай, чуть-чуть осталось. Ну, в конце так вот, почему-то остались те, которые в конце дают как бы потненько. Вот этим запахом. Я не знаю, что за запах. Но он невкусный. Я вот помню, такие вот получку пальмы в этом были. Но они отличаются, вот этот и вот тот? Или это все? Вот это одна хитня у меня. Вот она. Вот она. Вот она. Я откажу вам, скажу. Здесь ее нет. Здесь ее нету. Здесь сверху лук жареный. Реально, как бы она, знаешь, как нос дает, как будто пердонули тебе под нос. Вот такое вот еще. Я смотрю, у вас это одна штука осталась, или остальные. Куда деваться? Я знаю, что я должен съесть, после деньги на ветер. Лучше пускай это в животе будет. Я у меня выкинул это в помойку. А у Насти там? 950 рублей. Кушай. Ты мне потом эти 950 рублей будешь вместе вспомнить. Ты же на ногти не помнишь, а вот на это ты будешь помнить, скажешь, вот я взял гамой невкусный и выкинул. Там скоро это повышение цен на ногти. Да, это 700. Что будет глушение? С одной ногти. За что? За маникюр. Красим кисточкой сами. Балдаркой обрабатываем. С 1 числа до 4 месяца Женя поднимает до 700 рублей. А было? 600. Ну, для постоянных. А не постоянных? 700. Подожди. А вы кто? Постоянные. Для вас сколько? Было 600. А с 4 месяца станет 700. А где постоянно? 700. Для вас 700? так и останется. Для вас 700? Да. Общая сумма у всех 700. Так, они сейчас будут постоянными уже. У них сколько уходят? А в чём прикол там? Если для не постоянных 700, и постоянных 700. В чём прикол? Ну, типа Женя лучше научилась красить. Она пишет. Не, ну я понял, для постоянных должна быть замануха. Там, ну, роллы вот такие с запахом. Хотя бы. Сидишь и кормишь и внутрь делаешь. Не, Женя, она, конечно, молодец, делает вообще классно. Поэтому вы могли мне не говорить об этом просто. Я всё равно в ваших целях не разбираюсь. Ты меня завтра в 10 к ней везёшь. Как-то вот что, ребят, да? Прикольно. А почему ты пьёшь минералку взял? Ты уже хряпнула как бы. Это мне на ночь, что-то у меня желудок не болело. Лука. Всё. Полная бутылочка была. Нет, я пришла, она уже такой была. Серьёзно? Там она в кружке была. Ну вот же, вот оно воняет. Ну вот иди, вот понюхай, вот они, вот этот. Ребят, посмотрите, вот это вот, как пахнет. Понюхай. Ну, воняет. Это рыба, это рыба так пахнет. Пчёная, лягкая. Чё с ней делаете, с этой рыбой? Кстати, минтаем пахнет, Саша. Минтай уже съел, был вкусный. Мы купили минтай. Всё, ребят, живот полный. Саша, ты хрюкаешь, как будто ты поел. Осталось, значит, вот, 4-5 штучек здесь, и осталось, получается, 6 здесь. было 2-100, я говорил, кило 2-100. 2-200. Ну, 3 вот этих было. То есть, сколько мы с Настей, получается, подушечки, поднёрочки, так как бы мы хряпнули, да? На ночь-то, да? Да ещё время покажу, сколько. Не буду. Время поздно. Ну, в принципе, я думаю, что тебе понравилось так вот, если так закинуться, промежуточно так. Тебе не понравилось, я понял. Ей жалко соточку приседаний и пресса. Да, Саша? А нам будто бы не жалко, да? Да, будто бы вечер. Да? Саша, он не выговорился. Любовь, хватит. Хватит, да. А он у нас сегодня просто молокососа смотрел. Да. И фиксиков. В целом, ребят, подведём итог. В принципе, я считаю, что за 950 рублей, те, кто не нуждается в особой рыбе, ну, такие, как я, в принципе, закинуться можно. Я считаю, что за 950 рублей 2, там, столь, 200 килограмм нормально для рова. Но если вот эти вот вонючки, как бы отсюда выкинуть, вот эти вот вонючки, которые очень невкусно пахнут, то будет вообще супер. Ну, вообще, как бы мы раньше с Маринкой там ели, помнишь, тебе же нравилось, да, у них просто? Да, ну, мы с этим брали всегда, с рыбой. И там рыба всегда толстая. Я возьму с рыбой обязательно в этом роллсе, ребята, вот, и, в принципе, расскажем, как они с рыбой. Ну, а на сегодняшний день, я считаю, что закинули, закинули. Ну, второй раз с тобой, что после отбрать? Нет, честно, нет. Ну, хорошо, я тоже бы не стал. Мужик такой, что-то там рассматривает. Ой, да, все, ладно, ладно, все, все, все. Такое маску дождем. Так, ребят, мы зашли в Гибер, получается, Славка поиграла, здесь построили. Очень классный, получается, игровой такой городок. Настя мне пытается спулить всякие бумажки. Мы решили сейчас попробовать разные бутерброды. Настя, откуда ты там, бутерброд. Отклай. Вот такой вот. Настя выбрала. Славка, открывай, а что у тебя? Так, я тебе говорю, холодная, ты аппарат не пей, хорошо? На, наггинсы, любимые Славины. А я взял черный бургер, как правильно сказать? Тут корова нарисована. Я его подал. Да. И что, не вкусная? Не вкусная. Да? Вот здесь нарисована корова, и она выдавлена, значит, корова. Сейчас смотрим. Вот такой фирменный, я так понимаю, как у Кольки Соболева, да? И взяли мы по картохе, получается, картоха Слави. И кетчуп. И кетчуп. Ну, давайте, пробуйте свои наггинсы, кетчупы, и посмотрим вашу реакцию. А потом еще запишем, получается, кто у нас выиграл в конкурсах Маришка Схимова. Получается, список, так как мы до дома доехать не можем, на второй день в городе коллапс, все движение стоит. и в четыре часа уже движение стояло в сторону дома. Ну, что, как? Показывай, что там у нас внутри. Тут еще капуста, но ее не видно, она с этой стороны. Капуста с той стороны? Ну, а в целом, открывай. Сыр, огурцы. Ну, вот это я здесь не вижу. А, вон она что, сыр, огурцы, котлеты две, да, получается? Так. Клавки кетчуп открыл. Ну, ка, давай я пробую, раскусывай наггинсы, посмотрим, что там внутри наггинса. Это не капуста, это лук. Показывай. Ну, что, как вкусно? Твои любимые наггинсы. Ну, короче, наггинсы ты заценил, да? Настя заценила. И получается у нас общий ценник, сейчас скажу. На, поспечатайте, покажи ценник нам. В общем, такая вот вкусняшка. А, это на руках готов. Давай покажем, что у нас готов. Это вообще он? Сколько много там, все, список большой. Ну и что? 735 рублей. А ты покажи нам, получается, список из... Вот это все мы купили. А ты же комбо брал, это все комбо, а не дешевле. А, комбо дешевле, да, получается? То есть, вот это, покушать, ребят, три картошки, три бургера, да, и получается, две фанты и одна кока-кола. Такую сторону вышла. А, вместо трех бургер, да, два бургера и, блин, сахарку я поправил правильно. Так, Настюшка, давай посмотрим, кто победил. Давай объявим, получается, сразу же. И я буду пробовать бургер на вкус. Итак, первое место у нас Снежана Снежок, то есть, 12 комментариев. Поздравляем. Снежана, ты молодец, я прям активная подписчица. Второе, это Елена Коннова, 250. Елена Коннова, Коннова, да? Елена Коннова. Елена Коннова, 2, второе место, получается, 500 рублей улетает тебе, молодец. И третье, это Елена Шикунова, 220. Елена Шикунова. Она говорит мне, она не в камеру говорит. Я думала, ты меня слышишь. Ну, в общем, девчонки, почту посылайте Маришке свои контакты, соответственно, напишите, если кто не получал денежки ни разу у нас, напишите под комментарием какую-нибудь свою почту, старым комментарием, чтобы никто не видел, мы эту почту удалим потом, ну, чтобы никто не видел. И денежку вам перечислим, получается. Поздравляем вам еще раз, Слава, пьем аккуратно. Сейчас я буду пробовать бургер. Вы у нас молодцы, вообще активные такие подписчицы, прям подписчики. Классные. Какая сладка. Да. Хочу-чуть только сладкаем, да? Да. Ну, не только вы говорите. Ну, давайте, ребят, сейчас Наске, сейчас я поставлю, да, и запишу. Наска говорит, что он остренький, сейчас посмотрим, руки я почистил, салфетки у нас, ребят, все куплены, влажные салфетки, я купил, специальные детские. Сейчас попробуем. Тут, кстати, специальные подкладки, вот этот бургер, бургер подороже, я так понял, вот тут уже, специальные подставки, прям классные. Сейчас попробуем. Он такой, типа черный, ну, типа и не черный. А, кстати, хотел показать, что внутри. То же самое, капуста, лук, огурцы и котлета. Большая, толстая котлета. Все, пробуем, узнаем на вкус. Острый, это клетчик, острый. вкусно, но второй бы раз я бы не брать не стал, честно скажу, я не любитель вот этих всех фаскудов. Я борща бы, это мое. Шаурмы, это мое. Я говорю, шаурмы бы заточил, это мое. Шаверму. А это, я, короче, считаю, трата денег. не знаю, какие там, суховатая, ребят. Ну, а говядина, надо сказать, говядина, всегда такая, суховатая. будем заканчивать. обидно, что это не Маришка, объявила. Попробуй я. Пробуем наггинсы, славян. не полежим, потому что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. не переживай. Только переживает. Пробуем, ребят. Вкусно. Нежное мясо. Обидно, что Маринка не объявила подписчиков, кто выиграл. Но, ребят, должны понять, мы не можем до дома второй день доехать. А объявлять надо было, потому что сроки уже подходят, завтра уже выйдет другое видео, завтра обращение к губернатору выйдет. Поэтому записываем сегодня здесь и в, кажется, Макдональдсе. Да? Все, ребят, всем пока. Спасибо вам еще раз за активность. Вы молодцы. На канале кулинарном также участвуйте активно и получайте свои призы. Потому что на кулинарном канале, я думаю, что мы уже завтра объявим, то, в принципе, вы не завтра, в воскресенье объявим. Хотя не-не-не, мы объявим в течение недели, потому что чтобы видео смотрели, а не просто так получали денежку. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok